На улице Кирова в Химках открыли новый центр ракеточных видов спорта – бадминтон, настольный теннис и сквош. На девяти суперсовременных кортах одновременно могут заниматься более полусотни человек. Аналогов этому комплексу в Химках, да и во всем Подмосковье, нет. Под бадминтон есть специальные требования. То есть это высокий потолок, хорошее отвещение и очень мало залов, которые подходят для профессионального бадминтона. Данная зона была спроектирована сугубо под бадминтон. Что касается сквоша, то это единственное место в принципе в Московской области, где можно проводить тренировки, поиграть в сквош. Приветственной речью открыл праздник Виталий Троицкий, исполняющий обязанности начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики. Я вас поздравляю с этим шикарным замом. Я думаю, что в ближайшее время, если бы был чемпион, был герой, то все вместе с удовольствием будут принять бадминтон. С праздником вас! Сегодня в руки взяли ракетки и те, кто в последний раз играл в бадминтон на школьном дворе пару десятилетий назад. Рекорд скорости спортивного снаряда 493 км в час. Поставил его в 2013 году малазийский спортсмен Тан Бон Хион. Снарядом этим был бадминтонный валанчик. К слову, его скорость превысила скорость спортивных суперкаров или поезда Сапсан. Он развивает до 350 км в час. Но для того, чтобы ставить рекорды или демонстрировать красивую игру, нужно отработать удар. На это могут уйти годы. Есть такое упражнение – попасть валанчиком в коробку. Вроде бы не сложно, но у меня не получилось ни разу. Упражнение с коробкой стало веселым развлечением для зрителей. Испытать свою меткость предложили всем желающим. Затем уже профессиональные спортсмены показали красивую игру. Станислав Пухов занимается бадминтоном с шести лет. За свою карьеру неоднократно становился чемпионом России и обладателем Кубка Европы. Побеждал в международных гран-при. После завершения спортивной карьеры Станислав перешел в тренерский состав. Сегодня он стал не только почетным гостем на празднике, но и протестировал новую спортивную площадку. После игры резюмировал на таком корте и сам с удовольствием будет преподавать. Если меня позовут и пригласят, то, конечно же, да. Потому что, опять же, я повторюсь, здесь созданы все условия для бадминтона. У нас в России таких залов по пальцам пересчитается. И я считаю, это один из лучших залов в России. Заниматься в новом ракеточном центре смогут все желающие, без ограничений. Дети и взрослые, профессионалы и любители. Тренерский состав, мастера спорта, бывшие и действующие спортсмены. Юлия Куштейко, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.